и привет всем друзья сегодня вам покажу гайд как же заработать в игре трекерсов европ 3 больше как тратить денег меньше и как же накопить все таки на свой новый тягач то что этим тоже вопросом очень сильно задался подошли сначала тупо получал по 700 евро за рейс где 500 из них тратил на топливо и все как бы и еще где-то 100 тратил на так сказать починку грузовика а перед этим хочу перед тем как мы начнем хочу сказать спасибо за некоторые советы вот этому человеку принципе ну и как то так так что погнали ну в принципе мы сейчас в лайф тайме так сказать этим всем займемся так надеюсь что у нас никаких проблем не будет так с вылетом игры я имею ввиду проблем в принципе поехали потихонечку куда нам нам по-моему налево туда погнали так вот ну в принципе чё хочу сказать первое что вы должны делать я должен тут вставить скриншот в конце каждого рейса смотрите рекламу она вам дает 20 процентов больше заработка но и плюс типа только с помощью нее вы сможете добиться суммы которую вам показывает ну вот этот агент то есть тут написано 1572 евро мы должны получить но по факту мы получим ну около 800 до около 800 мы получим так что вы должны во первых смотреть рекламу обязательно это же не вообще ненавижу сотрите рекламу типа тем более когда вам дают вознаграждение ни в какой игре это не делаю но тут реально приходится и есть еще одна игра где это приходится делать это пикап и вот две игры где это приходится делать это эта игра и пикап как-то так значит переходим ко второму вопросу ну и ко второй так сказать подсказки подсказка рассчитывать дистанцию вот сколько мы будем ехать например с праги до нюрнберга ну я надеюсь я правильно выговорил ну короче надо рассчитывать эту дистанцию тоннаж то есть тут у нас 18 тонн есть где 21 то она есть где 12 есть 23 и 26 но как видите на там увеличивается то наш с с новыми левелами короче так вот вам надо дистанцию тоннаж и саму сумму заработка как-то рассчитывать ну например я сейчас хочу ехать нюрн нюрнберг блин это выговорить потому что я только 6 линца приехал но значит сотрем в линц нам дают по 320 от нюрнберг вот за 1700 можно поехать а можно поехать за 1500 конечно же надо выбирать 1700 вот можно за 3 поехать но у нас уровне нету такого за за 1600 и за 1600 значит мы берем за 1700 плюс тут 16 тонн а вот тут 29 и вы получите меньше бабла потратите больше топлива короче чем вы вот это перевезете 16 тонн и вообще будете радоваться жизни уровень у нас это был совет номер два совет номер три я покажу по ходу дела так сказать может быть даже ускорю это видео но пока что не буду ускорять мы зацепимся оп прицепились классно погнали до 16 тонн это конечно немало немало но все равно лучше чем 26 или сколько там 23 никого нема выезжаем право значит третий способ как же сэкономить деньги и как же их заработать больше это расход топлива расход топлива этой игре решает все просто будете ли вы работать в ноль или будете ли вы зарабатывать бабло понимаете или будете вообще в минус уходить что такое ну это возможно понимаете на начальных левелах значит смотрите когда мы в городе вам надо топить на все бабки почему потому что если вы будете не будете точнее топить на всех день то ваш грузовик будет большим нагрузкам нагружать большие нагрузки будут на него и соответственно будет больше тратить топлива это вообще не логично но так оно и есть понимаете и от этого никуда не деться просто никуда с вам в городе надо топить на все деньги когда вы езжаете на трассу для грузовикам антега и для стоковой коробки на 12 ступеней ну там есть еще одна вариация ее с ретардером для этой и для той коробки оптимальная скорость 83 километра в час ну там 80 80 или 85 вы скажите почему не 80 потому что каждый раз когда вы едете в горку ваш грузовик сбрасывает скорость он сбрасывает одну передачу и следующая передача то есть двенадцатая она должна но она включается на восьмидесяти трех километров в час не на восьмидесяти двух и на восьмидесяти четырех как то так дальше вы должны в горку обязательно ехать с power модом обязательно в таком случае ваш грузовик будет больше потреблять топлива но вы меньше скинете скорость и как видите останетесь на той же передаче как только вы выезжаете с горки вы выключаете power мод он разгоняется не тратя при этом много топлива то есть и вы должны также следить за вот этим показателем внизу справа вот там где а12 написано там внизу показатель это моментальный расход топлива не средний не там на сто километров это моментальный то есть в данный момент данную секунду и вы должны его рассчитывать нормальный расход для этого грузовика на трассе по прямой трассе без ветра без ничего вообще без камней без ничего 25 литров также он может быть 20 может быть 19 может быть еще меньше я не поспал ну класс блин короче я не поспал ну не повезло надо было поспать а я не поспал короче не отвлекаемся в принципе так что как то вот так вот я надеюсь я надеюсь я просто надеюсь что нам хватит уровня короче наш персонаж не заснет он просто на половине дороги надеюсь что этого не случится короче а че еще че еще в принципе ну вы поняли надо экономить топливо вообще на ну просто как вы только можете его сэкономить надо экономить также чтобы быстрее доставлять грузы вам надо менять коробки то есть если у вас короче у меня был гайд по гран трак симулятор 2 я надеюсь я оставлю ссылку в описании или ссылку даже не в описании а над ну короче вот тут в правом верхнем углу должна появиться и в конце видео тоже там я рассказывал про коробки передач в принципе там такая же система как и тут так что можете по тому видео ориентироваться чтобы я тут еще раз не делал это видео такое же самое по тому видео ориентируйтесь вам надо ставить более длинные передачи чтобы у вас была на оптимальных оборотах большая скорость и на самой типа длинной передачи кстати надо сохраниться сейчас одну секундочку я сохранюсь тут все как то так вы должны ехать на оптимальных оборотах хух рекламка рекламку я кстати не отключал только потому что я хочу вам в конце рейса показать как бы ну вот ту рекламу когда надо смотреть типа ее чтобы вам реально добавили денег и вы кстати запомнили что там было написано 1700 плюс минус евро нам дадут около 900 я вам это могу ну не гарантировать но может даже могу гарантировать кстати ну да гарантирую в принципе но косарь не дадут короче может дадут очень маленький шанс очень маленький шанс ну плюс минус короче дадут меньше это минус это надо исправлять разрабан потому что ну камон ты видишь одну цену едешь за другую ну классно ну типа вообще добрый день какой-то полнейший значит чё дальше чё дальше ну в принципе пока что все пока что едем могу повторить про расход потому что это это самое важное в этой игре расход топлива у меня сначала был расход плюс-минус пол бака на этот на рейс сейчас у меня расход чтоб вы понимали сейчас сейчас одну секунду я тут вырублю этот горюбаный автояркость забываю ее вырубать ну ладно сейчас у меня расход плюс-минус сто пятьдесят двести евро на рейс вы кстати можете написать в комментариях какой у вас расход на каких машинах ну и вообще мне очень интересно знать потому что я как видите катаю на тегахе до сих пор ну как то так блин ну тут она конечно она вообще не тянет да ну ладно так ну тяни ну давай ну по расходу вы в принципе поняли надо ехать в горку только на пауэрмоде отключать пауэрмод как только вы выезжаете с горки значит что дальше ну все в принципе даже вот тут можно уже вырубать потому что тачка набирает значит что еще что еще хотел сказать ну в принципе че ну я все сказал что хотел так что ну все вот так как то сейчас должна пойти ускоренная запись как я еду короче так что ну едем если что-то вспомню или что-то хочу сказать то включусь что мне такое что ну что что это я что это это Продолжение следует... 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 ну класс кайф игруха вылетела короче честно да вылетит класс на класс это каждый рис я в принципе уже смирился с этим нам вылетает и и моё хорошо что я сохранялся вообще не смотрите где мы кстати за респавнился вот мы в городе там где я там где я сохранился короче том же самом месте как то вот так вот едем так доезжаем в принципе блин без поворотника ну ладно не критично это на какой си а это красный думал желтый горит так сейчас запаркуемся и посмотрим сколько мы заработали да кстати еще один лайфхак не кидайте нейтралку когда едете с горы не кидайте нейтралку потому что я короче вычитал что именно ну реально если кидаешь нейтралку вот 1 и 4 расхода если просто едешь на драйве то расход получается 0 типа если не давишь на газ и это как никак а прикольно я по пути заехал на заправку блин все 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 слушаем 1054 те штраф 703 евро почему-то давайте вот так вот сделаем рекламка на 30 секунд ё-моё если чё извиняйте что там блин было громко я надеюсь я это все поправлю 2100 евро 2100 евро ну все как то вот так вот 2100 евро ну все все про все лайфхаки рассказал как в принципе тут зарабатывать то деньги нормально в игре тракерсов европ 3 что если вам понравилось и было это видео полезным то поставьте лайк подпишитесь на канал также вот можете посмотреть вот эти вот видео ну и там же будет видео видео где я рассказывал про коробки тоже вот тут вот с вами был затракер всем удачи всем пока т.п.